Здравствуйте! Это программа «Донбасс. Полный доступ». В студии Кристина Терещенко. Сегодня в выпуске. Смотрите. Встреча Уолкера и Суркова. О чем договорились американские и российские дипломаты. Выставка военной техники, концерты и фестивали. Как в Донецкой области провели День независимости. И каждый почувствовал, что для нас есть эта страна и что для нас это ценно. Наш город и этот праздник. Восстановление Авдеевки на паузе. Начали делать это на третьем этаже. Заделали. Уже больше недели их нет. Рожденные в оккупации. Как получить украинское свидетельство о рождении. Одной из топовых тем прошлой недели была встреча спецпредставителя США по Донбассу Курта Уолкера и помощника президента России Владислава Суркова. Прошла встреча в Минске и в закрытом режиме. Какой-то конкретики после встречи нет. Только общие фразы вроде того, что обе стороны должны соблюдать Минские соглашения, а также были предложены какие-то свежие идеи по выполнению этих самых соглашений. По словам американского политика, все было честно и открыто. Что же говорят о встрече разные политические деятели? Президент Украины Петр Порошенко назвал работу Уолкера высокоэффективной. В частности, после встречи с Сурковым. И в общем, Порошенко доволен назначением такого опытного дипломата. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак по итогу этой встречи в одном из своих интервью заявил, что решение по Донбассу уже принято и российские войска уйдут. Единственное, что сегодня обговорится, честно говоря, как они пойдут, на каких умов и тому подобное. Коллега Грымчака, также заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, настроен более скептически. Он считает, что встреча была скорее ознакомительного характера, нежели там принимались какие-то важные решения. Скорее за все, я хочу в это верить, принаймні, что, реально відчуваючи величезные негаразди від санкций и понимая, какие будут подальши наслідки от введения новых санкций Сполученными Штатами, Возможно, мова шла про, уже более конкретно, скажем так, не про відміну санкций, а про застосование компенсаторных механизмов. Например, застосование певных схем, которые позволят импортировать в Россию певні современные технологии через третьи-четвертии страны. В обмен на певні поступки с боку России щодо Украины. Народный депутат Украины Наталья Веселова по итогам встречи двух дипломатов также не видит особых перспектив решения военного конфликта на Донбассе. Любые договоренности с Российской Федерацией не стоят той бумаги, на которой они зафиксированы. Я не вижу сильно больших каких-то перспектив для Донбасса после этих переговоров. Все, что пока нам остается, это ждать каких-то конкретных действий или официальных заявлений от глав Украины или России. В четверг Украина отмечала День независимости. В частности, в Донецкой области этот день прошел с концертом и небольшой выставкой военной техники в Краматорске. Доброго дня! Украина, Украинская Донечка, Украинский Краматорск! Уже третий год мы с вами святуем это святое с слезами на очах. На самом деле каждый из нас переосмыслил, что сегодня гуртуется Украинская политическая нация. Угощали украинскими национальными блюдами и высаживали сине-желтую клумбу в Мариуполе. Вот-вот, вот, сейчас мы ждем, а попрошу. Девочки, выводите что-нибудь? Все играть, что они? Значит, люди стоят. Не учеба, не учеба, не учеба. Для этого, собственно, здесь. Умень! Буду нежными беги, Мы этот танцевать, Буду покорять. В Славянске тоже прошли официальные мероприятия с парадом вышиванок и чтением стихов. Но также прошел и фестиваль День народжения Краины, который дал возможность отметить День независимости необычно. Как это было, смотрите дальше. Славянск празднует День независимости Украины активно и весело. Здесь уже третий год подряд проходит фестиваль День народжения Краины. Здесь масса всяких активностей, можно провести с пользой время, а еще вкусно покушать. Как жители Славянска относятся к этому празднику, мы спросили у них. Зменилось, и много людей чувствует, что это День народжения Краины, что это очень хорошо. Я желаю нашей Краине процветания, мира, независимости, гармонии и вообще великого счастья. И Славянск – это место счастливых семей. Но это же вообще праздник появился после освобождения. Для нас он чем знаменателен, этот праздник? Благодаря Алексею Вчинникову и его команде. Нужно, чтобы побольше было таких людей, чтобы все очень хорошо отзываются об этом, все рады, весело, приятно, красиво, радушно. По-другому все было скромнее. Сейчас с каждым годом все лучше и лучше. И мы просто счастливы. Для того, чтобы сделать человека счастливым, надо у него все забрать, а потом вернуть. Вот в связи с оккупацией так у нас и получилось. И каждый почувствовал, что для нас есть эта страна, и что для нас это ценно. Наш город и этот праздник. Ну, изменилось, да, празднование, отношение к празднику? Конечно, изменилось. Но хочется лучше еще. А чего бы вы хотели? А чтобы больше любили Украину. Вот что. И чтобы были настоящими украинцами. А то так. После масштабного обстрела Авдеевки в феврале этого года множество украинцев оказывали помощь жителям прифронтового города. Люди отправляли строительные материалы, так как много домов были разрушены. Все это активно обсуждалось в СМИ и выделялись деньги из областного бюджета. Казалось, что люди одни в беде точно не останутся. Но недавно наши журналисты побывали в Авдеевке. И оказывается, что квартиры все еще с дырами от снарядов. Продолжит мой коллега Дмитрий Журавлев. В феврале 2017 года после очередного обстрела несколько десятков жителей Авдеевки остались без жилья. Тогда помощь пострадавшим собирала вся страна. Через полгода мы решили узнать, как сейчас живут эти люди. Одна из пятиэтажек недалеко от самого опасного района – Старой Авдеевки. Снаряд оставил дыру в подъезде и квартире пенсионера. Ремонт здесь пока остановился на стадии разборки завалов. Начали делать, а то на третьем этажу заделали. Все. Уже больше недели их нет. С той пятницы. У пятницы как уехали и больше их. А когда обещают закончить? Не обещают ничего? Не знаю. Они сами говорят, что бумаги у них никак с бумагами не решать. В здании по улице Гагарина, это практически в центре, было разрушено пять квартир. Жильцы говорят, что работы по восстановлению начались только несколько дней назад. А пока квартиры разрушены, им приходится снимать жилье. А куда? Нам сразу предложили дом престарелых. Там, где все время стреляют. Нас туда. Тут не добили, туда. Нас тут с первого дня, когда разбили, нам сказали, дом престарелых. А там ночью как начали стрелять. С приказным порядком отселены отсюда. Я тебе на свой страх и рис прихожу, тут иногда ночью. За четыре года в Авдеевке из-за боевых действий пострадало 111 многоквартирных домов и порядка 1150 частных жилищ. И только 73 многоэтажки восстановлено. Условно отремонтированных частных домов около 600. По какой причине не ремонтируют частные дома, понять можно, пока нет государственной программы. Потому помощь идет в основном только от благотворительных фондов. А их денег хватает в основном на крыши и окна. Но почему почти половина многоквартирных зданий, на которые выделяется финансирование и из областного, и из государственного бюджетов, находятся в том же состоянии, что и сразу после бомбежки? Мы спросили у заместителя главы военно-гражданской администрации. Отсутствуют претенденты на участие в данном, ну, грубо говоря, ДНД. Для некоторых слов Авдеевка несколько пугающе звучит. Да, допустим, проекты делались в прошлом году. Понятно, что уровень цены тех же материалов немножечко изменился, и люди смотрят, что это, возможно, уже и не выгодно. К тому же чиновник добавил, что для ремонта разрушенных зданий нужны слишком большие средства. Например, всем известная разукрашка на окраине Авдеевки. На ее восстановление необходимо 15 миллионов гривен. Таких денег область пока не собирается выделять. Суммы, которые планируют выделять, более скромные – порядка 5 миллионов гривен. На все поврежденные дома этих денег не хватит. Это значит, в ближайшее время людям, чьи квартиры разрушены, придется и дальше снимать жилье или ютиться у родственников. Точных дат, когда они смогут вернуться в свои квартиры, им пока назвать никто не может. Из-за оккупации части Донецкой области множество бюрократических процедур для людей, живущих на неподконтрольной территории, усложнились. В том числе и получение украинского свидетельства о рождении. О первом документе ребенка – наш информационный ролик на этой неделе. Как жителям неподконтрольных территорий получить украинское свидетельство о рождении ребенка? На подконтрольной Украине территории обратитесь в любое отделение ЗАГСа с заявлением о регистрации рождения ребенка. Там вы получите письменный отказ, с которым дальше обратитесь в ближайший суд. Возьмите с собой заявление об установлении факта рождения ребенка. Там укажите, почему не можете обычным путем получить свидетельство о рождении. Также возьмите документы, подтверждающие рождение ребенка. Это могут быть оригиналы или копии медицинских документов, в том числе составленные на неподконтрольной Украине территории. Квитанция об уплате судебного сбора. Она составляет 320 гривен. От него освобождены инвалиды первой и второй группы, а также инвалиды Великой Отечественной войны. Заявление в суд могут подать родители ребенка или их представители. Заявление с пакетом документов подается в суд, желательно по месту расположения отделения ЗАГСа, выдавшего отказ. Заявление должно рассматриваться судом незамедлительно. После вынесения положительного решения судом подать заверенную копию решения вместе с копиями паспортов родителей новорожденного в отделение ЗАГСа по месту расположения суда. В день обращения в отделение ЗАГСа должны выдать свидетельство о рождении. На сегодня это все. Если вы еще не подписались на общественное телевидение Донбасса, то пора это сделать. Потому что у нас вы всегда найдете актуальные видео о событиях в Донецкой области. Также подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, где ежедневно для вас мы публикуем свежие видео. Увидимся с вами через неделю. Продолжение следует...